День добрый, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале и мы продолжаем эту никчемную мультяшку под названием Цивилизация 6. Почему она никчемная? Потому что, ну я не знаю, что-то может из-за того и приживется, но она такая странная, что это просто капец. Она никак не цивилизация, я бы сказал. Ужас какой-то. Так, итак, что у нас? Из-за Марии нам угрожает какой-то товарищ. Тут у нас с Индией все в порядке, с Китаем все в порядке и с этим веселым мужиком все в порядке. Филипп, Испания, блин. Чего поменяли всех опять? Непонятно, где Кайзер, блин. Я управляю каким-то Германией, а управляет ей какой-то непонятный товарищ. Видать, из древности какой-то германской. Блин, Кайзеровская Германия была, по-моему, самая, такая самая активная, да, самая сильная в свое время. А тут какой-то непонятный... Управляет этим всем делом. Так. Переключение юнитов здесь неудобное, блин. Центрирования экрана нет. Короче, одни разочарования. Но ничего. Попробуем ее пройти до конца. Посмотрим, чем это все закончится. Тут корабли атакуют по земле. Это, конечно, классно. Сперва фактически корабля. В третьей цивилизации было Каноя, корабль. А потом появлялись триреммы, вот эти вот, которые здесь. Но тут сразу решились триреммы. Триреммы требуют размышления. Тактика требует... Тай, диктор этот раздражающий. Бязь. Странючий диктор. Вот в пятой цивилизации такой пафосный, такой... Тут так, пирамиды завершил. Молодец. Оракула завершил. Они еще и накапливаются. Сообщения эти. О, Майн Год, блин. Да. Не хватает не то, что критики, а сил. Но это все так, что у нас мосты дают, не дают. Акведок. Район, пазлищи, город, крестные воды, соседнее озеро. Дает, получает до шести жилья. Построить рядом с центром. Короче. Короче, все, что вы знали про другие цивилизации, тут оно пригодится, но тут оно скрыто и ни хрена не понятно. А комментарии здесь в игре, типа цивилопедия, это вообще бредсилы кобылы. Бунную ночь перед рассветом. То есть они не о чемные, вообще не о чемные. Вот такая вот игра. Честно говоря, первый раз встречаю такую игру, которая, ну скажем так, бесит. Бесячая такая. Да, она красивая, красочная. Но, блин. Быть наемником? Да мы просто идем туда, где есть... Бестолковая. Так, что у нас тут? Вера и золото столицы. Производство при создании поселенцев. Нам, в принципе, поселенцев уже не надо особо. Чем мы их строим? Мы кинули, кстати, пять городов. Я так подозреваю, что больше мне негде их кидать. Редкие ресурсы эти нифига здесь не отображаются. Блин, как было в пятой цивилизации. Ни черта не понятно. Такое какое-то... Да, вот поселение строится, чтобы сюда пойти. Тут, кстати, можно не один город кинуть, а четыре. А два города, наверное, четыре клеточки раз, четыре клеточки два. Тут, кстати, металл есть. Это на Италию похоже. Вроде как. А это, типа... Даже не пойму. Вообще-то планета Земля, конечно, какая-то иностранная. Не узнаю контуров. Дороги, которые пролаживают торговлей. Ну, это, блин... Хрень какая-то. Кэш выбрал. А, он же и следовал. Ладно. Морская традиция, исторические хроники, теология. Так, кофейня, конечно. Наверное, поиграем мы с вами в пятую цивилизацию после этого всего дела. Так. Что у нас? Отправим шестого посла. Типа это предел. Вера за ход от городов. Вера накопившаяся. Это культура. Это наука. Что-то нам не вижу, чтобы наука сильно увеличилась. Тут уже три посла, мы не видим эту территорию. Черт его знает. Как тебя закрыть? Иди отсюда. Так, вот этот у нас самый крутой. Ну, покажись. Вот. Ну, тут хоть я вижу, что у него происходит. Что-то вся птичка дает. На три посла больше, чем у других цивилизаций. Как эти послы появляются, непонятно. Короче, какая-то жуткая жуть. Так, давайте убьем этого непонятного лучника. То есть, человек, который играл цивилизацию, можно сказать, если не всю жизнь, то всю осознанную жизнь, ни черта не понимает в этом все. Это просто крэш. Это ж надо было настолько испоганить игру. Так. Так они еще и не убили этого. Торгуется. Варвары. Они им ничего не сделали. Странно. Ерунда какая-то. О, можно было политически поменять курс, теперь уже нельзя. Блин, пропустил я это все дело. Я думал, один раз можно поменять. Я его не поменял, поэтому... Кстати, типа атака через речку, да? Да, стук повышения вот эти, которые можно только в следующем ходу. Еще и на дружественной территории. О, боже мой. Моразм какой-то. Дасы съесть маразм. Так, а что мы тут строим? Развлекательный комплекс. Здания вот эти, которые стоят миллион, блин, чтобы их построить. Работники эти, которые, блин, делают три задания и подыхают. Это просто бред какой-то. Не знаю, блин. Пишите свои отзывы в комментариях, но для меня это какая-то... Ударить юнит, класс. Одеты вообще. Кто ты? Кто ты, чудовище? А, это копейщик с этими, объединенный. Угу, с воинами. С предводителем, понятно. Так, получить. Уничтожить. Получить. Откуда он тут взялся, блин? Его тут не было. Какая-то такая трэш какой-то. Юниты появляются из ниоткуда. Пропадают в никуда. И не готов к повышению. Ну, слава яйцам, блин. Что одному магия, другому дело техники. Так, шутцы. Юнит избежал мести. Наши мечники были вынуждены бежать. В результате вражеской контратаки после того, как... Ким разграблера. Мда. Я его разграбил. Тут сразу два юнита появилось. Разведчик, блин, лучник. Это вообще какая-то хрень собачья. Да-да, гау-гау. Вот и я про то же. Вот и я про то же. Про гау-гау. Ладно. Сразу места обозначаются. Стремя. Рыцари дают. Ну, давай пойдем в рыцари. Как-то их можно выбирать, интересно. Вот эти я не исследовал. А тут уже можно выбрать. Там было три полосы, потом они сходились в две. В верхнюю и нижнюю. Тут вот раз, два, три, четыре, пять. Пять независимых полос. Ну, короче, какая-то ерунда. И я готов к повышению. Так как его повысить-то, е-мое? Никак. Потому что это требует целого... Целого хода. Еще и на своей территории, по-моему. Нет, можно не на своей. Так, а что у тебя есть? Это первый опыт у тебя, да? Забирается на ответственный утес. Против антикавалерийских. И у них там дополнительная атака, заход. Вот если достаточно АП, возможность перемещаться после атаки. Боевой мощи при сражении в районе. Нет штрафов к боевой мощи перемещениям при направлении с моря через реку. Дальнобойных атак. Ближнего боя. Щелечится сразу. Тоже странно, конечно. Ну все, он походил. Типа, да? Класс. Че вот эти походили, непонятно. А, они не походили. А показывали серенькими, будто походили. Че ты построил? Че ты построил? Ничего не понятно, что ты построил? Скажи, пожалуйста, что ты построил? Амбар. Теперь понятно. Отсутствие захода в город тоже бесит. Ну, может оно так и надо, конечно. Но все равно бесит. Стание, которое строится, черти скока. Странно как-то. Развлекательный комплекс. Ну, давайте стены еще делать. Тут же 9 город. У меня восьмерка. Города растут, когда поселенцев строят. А, поселенец, который, блин, зелененьким отмечает, где он может строиться. Кстати, тут тоже нельзя. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну да, четвертая клетка. Как и было в пятой цивилизации. Милишные дурацкие проходы вот эти остались. Сюда нельзя пойти. Чего нельзя пойти? А, типа это тоже милишный юнит. Омайгот. Размагнитится. Тут, кстати, раз, два, три, четыре. Тут тоже город можно построить. Показывала мне такую штуку. Так, а что тут... Это железо, что, по-моему, да? Ёмки вот эти дурацкие. Пальмы выше них. Горы тут не видно вообще нифига. Вот тут что? Луг, холмы. А это... А это просто луг. Вот разница между ними какая. Вот там изгибчик, который ни черта не видно. Ну, короче. А, клетки вот эти, которые не видно нифига, как они обозначаются. Такое же. Давайте купим деньги эти, которые копятся. Отдевать их некуда. Ну, камон. Мы зашли в город. И шум. Купить клетку. Раз, два, три. А, четвертую клетку еще и купить нельзя. Уильей. А в пятой цивилизации можно было. Давайте овцу купим, что ли. Да, то есть нельзя дальше купить, чем город может. Жалько. Ну, что поделаешь. Жалько. Туда, получается, здесь город можно кинуть. Раз, два, три. А, от этого он недалеко. Карты вот эти рисованные, блин. Вот это вот что-то такое. Так, можем кого-то великий ученый нанять. Наше упорство в научных изысканиях привлекло великого ученого. Я не сомневаюсь, что он поможет в наших будущих исследованиях. Интересно, что он даст. Этот ученый. Так, тут у нас поселенец построился. Шестеретки вместо молоточков и вместо щитов. Тоже, конечно, трошки раздражает. Подвинули его. Да, чтобы он не захватил эту территорию, надо ее выкупить. Тут, кстати, дорога. Тут бы тоже выкупить бы ее. Цей город так разросся, прикольно. Так, кого построить бы? Тут, наверное, золото для того, чтобы покупать всякое разное. Потому что тут строительство как-то очень тяжелое. В эти стены, потому что этот задолбал меня уже стреляка этот. Вон, арена дает довольство и развлечение. Две штуки. Акведук дает жилье. Ух ты, блин. Вы еще строите-то надо, да? Ну, тут, наверное. Квитук. Капец. О, посла можно отправить. Давайте третий качать этот город. Что-то он нам там дает. Давайте поглядим, что он нам дает. Культура. Культура это хорошо. Я вот думаю, нужен ты мне здесь или не нужен. Юнит ждет приказа. Он ничего сделать не может. Ну, классный, конечно, Юнит. Так, это что такое? Это ученые, типа. И что ты можешь? Три озарений, случайные технологии с эпохи Возрождения или промышленной аэры. Должен находиться в готовом районе кампуса. Кампус. Ага, вот сюда надо ему зайти. Так, перевести в другой город, перемещаться, пропуск хода, отдыхать. Ну да. Три случайные технологии Возрождения. Научная теория. Банковское дело. Массовое производство. Понятно. По 50% кстати. И не по 100%. Правильно, что я понимаю? Ну да. Вот они три. Короче, тоже трэш какой-то. Опа, опа, опа. Это кто? Индия, поселенцы прутся куда-то. И по-моему они хотят сюда прийти, да? Раз, два, три. Раз, два, три. Блин, надо тут эту клетку занять. С ручником. Бон тут хочет поставить что-то. Отдал тут две клеточки. О, прикольно. Можно милишный цеплять к не милишному юниту. Интересно. Так, ты отдыхай, наверное, давай. Разграбить дорогу, и что-то даст тебе. Дам. Непонятненько. Испания, разведка, жемчуг. Тут острова такие. Это похоже там, где Копенгаген был у нас, да? Очень похоже. Да, пятой цивилизации. А где переход? В Азию? Непонятно. Какой-то он странный здесь. Ну, похоже на Копенгаген. Вот здесь вот, да, такой участочек. Туда острова здесь. Тут вот это вот должна быть Австралия. То есть это японские типа острова. Ну, вроде так. Опа, как ты тут нарисовался так быстро. Во, блин. Обойдешься. Прохода нет. Так, а что у нас тут? Надо тут покупить все клетки, что можно. Дальше не могу, да. Так, а тут я тоже дальше не достаю. Достаю. Все деньги потратил. Две клеточки ему осталось. Большой лезо жалко, конечно. Ну, что сделаешь? Солеви, да что такое у тебя? Занзибар торговец, понятно. А что этот не ходит, блин? Я уж три хода пропустил. Странно как-то все это. Это кто такой? Цуньзы? Так, а что ты построил монумент? Тут разбойники бегают. Это что за холмы Тунда? Так, так, так. Рекомендуется гавань, военный лагерь или кампус. Блин, он строится будет черти сколько. Это мне не нравится. Что нам гавань дает? Торговые пути дополнительные, да? Золото соседних клеток. Ладно, давайте военный лагерь построим. Пф, его негде строить. Ладно, тогда работника построим. Где наши работники? Столько непроработанных территорий. Я вообще не представляю. Военный флот этой традиции и буду. Да, да, да. Тот же ход построить не можешь ничего. Извращенец. Драма. И поэзия влияет на госслужбу. Ну-ну. Что у нас тут? Открыли опять нам, да? Так, очко великих полководцев за ход. У нас великие ученые строятся. Пусть будет. Торговцы нам не надо. Вот это вот интересная штука. Культура и науки. Международных торговых путей. Новые строительные. Получает на два действия больше. О, это интересно. Так, поселенцев я уже не строю. Давайте строители больше. Стоимость покупки клеток, блин. Золото. Блин, а производство нельзя при строителях, когда я их произвожу. Поселенцы есть. Чудо света есть. Просто производство во всех городах. Давайте просто производство во всех городах. А, вот. 30% при создании военных лагерей, зданий. Так, это не то. Значит, это оборонительных стол. Мародерство, мародерство, двойный опыт древнего мира. Содержание йоты. Так. Кавалерия. Производство преподавки антикавалерийских юнитов. Блин, Неман. Ладно, пусть будет такая штука. Строителей надо строить пошустрее. Давайте тут строителя построим. Тут город у нас такой... Крутой. Столица вообще не развивается. Непонятно почему. Что тебе не хватает? Довольство из одной требую. Ну, еды нету, да? Тут производство. Тут производство и еда. Все. Так население 4. А вот еще 2. Короче, по еде у него беда. Ладушки. Опять посла какого-то нашли. Как эти послы накапливаются, вообще непонятно. Ты, кто такой Испания, миссионер, католизм? Католицизм. Так, что ты можешь? Ты можешь город построить. Раз, два, три. Потом здесь нельзя будет город построить. Блин. Плохо. Чисто морской. Идти сюда, сразу идти. Ладно, пусть будет здесь. Тропический лес. Черт с ним, с этим тропическим лесом. Кстати, тропический лес ни черта не дает. Это плохо. Там пятая цивилизация была. Смотря где строишься, то тебе бонусы отдаются. А тут был тропический лес. Мы его выкосили. Получились луга, типа, да, наверное. Так, и шо ж тут строить? Советуют монумент, древние стены или гавань? Монумент, конечно. Потом стены. Там посмотрим. Так, где-то не хватает жилья. Понимать бы, шо это такое означает. Довольства хватает. А жилья не хватает. Шо такое жилье? Это вот эта штука. А это шо мы строим арену? Арена шо дает довольство. Значит, поменяем их местами. Сначала жилье, потом довольство. Так, и шо у нас по производству? Давайте глянем, где мы это глянем. Черт поймет, где это глянем. Ну, вот здесь мы это глянем. Здесь куча клеток необработанных. Просто жуть какая-то. О, тут город построил кто-то там. Слышь, а такое? Латник. Сутипа, рыцарь уже какой-то, наверное. Копейщик. На копейщика похож. Надо армию строить срочно. Пищей производством. Рядом с рекой. Ну, пусть будет. Тут пищи не хватает. И надо строить каких-то воинов. Давайте строителя. О, всадника можно уже делать. В ближнем бою 36. А мечник 35. Ну, так оно и осталось примерно. Тот же мечник только бегает быстро. А вот они, пекиньёры. 45. Ого. А у мечника 35. И мечники больше нравятся. Так, ну шо, отдыхай. Тут варвары лазят. Да, я видел. Китай перешёл. Лишь стрельки на землёй, я пощады просил и милость обрёл. Так, это шо? Это тут какой-то нет? Что-то такое? А это, типа, сколько штук можно поставить? Тут их ещё можно как-то увеличивать. Как-то их можно увеличивать. Латник, вот они. Юниты, которые у противника. А шо ж у меня это было такое? Пекиньёры. А, это ещё круче, чем пекиньёры. Ого. Понятно. Пекиньёры, я понял. Это такие древние деревянные. А латники это, типа, металлические. Ага. Чьи они, блин? Хатуса. Хатуса. А, это город государства. Чуть-то не бегают, где хотят. Они в границах находятся. Странно как-то. Так, а шо ты излечился так быстро? Ладно, отдыхай пока. Надо будет с кем-то повоевать, наверное, уже. Так, индийское правительство сменилось. Цель так и не прошёлся, да-да. Надо пойти, наверное, натыкать этому бродячему тут псу. Так, стены завершились. О, катализм меня тут навязал. Давайте строителей сделаем. И, наверное, надо всё-таки гавань делать. Что, стрелочки указывают? Побережье. Плюс два, плюс три. Давай сюда. Музыка такая прикольная. Как в этих китайских старых фильмах. Где игроки играют. Люди в нём актёб. Уильям Шекспир. Да-да-да. Так, социальный институт. Это что такое? Библиотека, наука, храм. Давайте библиотеку. Who are you? My Liebenfroelen. Ну, они тоже, кстати, города строят. Как можно больше. Я смотрю. Раз, два, три, четыре. И тут у него пятый город. Пять городов уже у всех. Тут, кстати, близко к 150-м роду. А в пятой цивилизации обычно 150-й ход знаменует нападение. Близко к 150-му. Так, ну что, давай. Ау-ху-ху-ху. Хоть дорогу тут построим. Кому-то недостаточно жилья. осуждает меня емая скоро нападет наверное тоже не ци варвары где-то он там есть но где он есть непонятно ученика воспитать нелегко у меня два метода личный пример и вечные придирки университет строение кита странные строится не очень странно я бы так сказал и вот эти пролаживания дорог караванами это конечно беда бедой получается надо их караванов строить больше как-то их перебрасывать между городами чтобы соединять города дорогами ну короче что такое непонятное то отдохни то блин торгуется америка испания до америке мне еще нет кстати там неизменные линкольн или кто там вашингтон не линкольн там работник появился наконец-то так а шо ты можешь тут мне проработать пастбище он требуется население выше семи прикольно а за уникальное у него строение ганза дает производство великого инженера блин арена пусть будет арена пусть будет акведук производство хорошая в этом городе 25 для древнего мира это круто арбалетчики такие уже с этим с натяжным арбалетом в итоге дать стене военная инженерия увеличена короче постоянно ждем вся игра ожидания да никто не нападает как ни странно 143 ход сейчас не на пристань привалит когда я так чувствую целый город не развивается как его развить непонятно история эта версия прошедших событий с которые люди решили согласиться до которую каждый правитель переписывает под себя как ни крути что такое дает одного посла о хорошо пусть будет так выбрать выбрать гонзу можно выбрать ахтоза подожди а у кого это я выбираю блин вот где город написан гильдарь бог странно тут надо было 7 а тут не надо 7 интересно плюс 2 производства ну пусть будет здесь так рекомендация гавань или военный военный лагерь вплотную к противнику да это блин уникальное предложение которых сложно отказаться а работничек вален о предоставляет еще 05 жилья ферма понятно надо фер побольше строить так а ферма нас не хватает здесь да 4 из 3 довольства надо их куда-то попереключать еды много добывает сильно еды много сильно так как отсюда его убрать ох и управление слушаем блин да управление отвратительное пишусь не развивается одну клеточку всего достал хотя уже девятый город в этот девятый но он уже раз два три четыре признак образованного ума способность принять мысль не соглашаясь с ней странно блин технология по моему сколько там три хода было да и она так быстро построилась машиностроение дает лучников и лесопилки военная инженерия требушет ли о селитру дает надо брать да я не замечал раньше эти плантации дают плюс 05 жилья прикольно кстати я хотел проверить до строителей 5 единиц могут построить наконец-то так куда б тебя закинуть это что такое дальнобойная атака о слишком близки короче нерву нерву и и и что такое мирное существование странно у них кстати армия уже по 200 по 300 а вот этот харальд тот что-то норвежский возмущается то что такое было не знаю что такое что это было ладно убрать улучшение так это же пшеница блин стоимость а тут ферма уже есть я думал что нету фермы фермы есть так а тут шелк плантация тоже есть тем ладно эти плыви рыбу сделаем за жить и могут атаковать блин за ганди декларация дожди ищет надо бы перезаключить помню еще один человек страдает поскольку принимает всерьез то что боги делают в шутку интересное у нас отключение здесь я вот добью уже а вот тут тоже недостаточно жилья ты что жилье добавляешь нет производство что значок означает размещение зерей удалить тропический лес а вот амбар короче заставляют строить но это же постоянно шума там работников наклепали уже да здесь ходу ладно пока еще строим дальше первый посол отправленного государства дает двойной эффект прикольная штука как вот эти штуки увеличить интересно цена на правительство на менять боевые опыты лучше становится а он говорил античную республику они взяли ладно туда не меняем ничего что делать тут можно вы строители получают плюс 2 ладно пока оставим первый посол так вот шестой посол уже пошел должно сильно увеличить мою культуру и мы сезерены двух получается этого и этого они как раз рядом а этот тоже рядом занзибар только золото дает немножко да делишки потихоньку идут блин уже 150 ходов а мы еще такие недоразвитые нельзя указать ход если же ход завершён вильнюс катапульты уже плавают его о как-то он добрался сюда все таки вот заразника вот этот участок у меня получился и он ближайшие перекинул сюда тут город сейчас кинет прикольно будет если он захватит эти территории как то кстати где да вот 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 но улучшение вот эти дурацкие так быстро делающиеся конечно это такая стрёмная в игре нюанс чем чаще науку вмешивается в дела военные тем выше необходимость в инженеры в полевых условиях так средневековье к возрождению переходит испания понятно так эта клетка 1 2 по идее тоже моя может быть такой рыбный город много рыбы у него интересность город построить а третьей цивилизации границы подвигаются в 5 по не интересно как здесь судя потому что он стоит на одном месте я думаю нет у него такой возможности подвинуть граничку работники поисчезали надо будет новых делать а вот новый делается кстати так у этого осталось один раз кампуса налогоплательщик это тот кто работает на федеральное правительство но не обязан сдавать экзамен на должность госслужащего логично божественное правление так это монархия открывает давайте на архе возьмем мне кажется монархии это хорошо я когда-то 3 цивилизацию проходил через монархию полностью потом понял что республика это лучше так он хочет выкупить у меня за монету дам совместная война с японией право прохода тоже слишком много хочет нет нет не хочу я ни с кем воевать хотя внутри пони меня полностью обораживает зачем мне с ней ссориться непонятно вижу в этом смысла никакого они сейчас поразаряют это эти штуки или нет если да то мне надо корабли строить срочно так японец хочет право прохода дает железо да и день я это что такое селитру у меня две селитры есть нифига себе не хочу продавать тебя дима селитра кто знает где у меня селитра если она у меня есть то наверное я что-то могу строить стреляющие дветница железа требуется прикольно ничего стреляющего нету зато торговца можем построить давайте вот тут его построим но тут есть железо странно очень все странно как-то выглядит так а ты построил порт получается тебе надо что-то типа кораблей строить количество торговых путей величинах отлично да рыбу разгромили получается они не будут уничтожать каждый раз боли надо какие-то охранные корабли строить получается ну юниты оде строение гавань шо краба уберет чешу удалит крабов нифига себе ничего себе можно ресурс удалять этаж вообще беспредел какой-то центр коммерции дам такая вот игра захватила майсур с кем цена воюет с китаем наверно да похоже на том все хотят китай завалить почему-то рыбацкое судно тут есть странненько это все странненько это все не а не 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 Продолжение следует...